МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Выставка демонстрирует последние тенденции, инновации и передовые достижения в кожевино-обувной и пушно-меховой индустрии. Она и сама задает тренды. В этот раз на выставке зарегистрировались порядка 500 участников. Здесь можно не только продемонстрировать свою продукцию, но и найти партнеров. Два раза в год, весной и осенью, профессионалы сферы из разных уголков мира встречаются на этой площадке, чтобы установить взаимовыгодное сотрудничество и наладить кооперационные связи. Мы встречаем свыше 80 посетителей зарубежных стран из числа руководителей международных организаций, союзов крупнейших предприятий отраслей. В рамках выставки Ассоциации УСЧАРМСОНАТ были проведены ряд встреч с иностранными партнерами из таких стран, как Франция, Германия, Индия и Россия. И главным вопросом проведенных встреч был экспорт отечественной продукции в страны Европы и СНГ. В течение двух предстоящих лет планируется реализация более 200 инвестиционных проектов на общую сумму около 500 миллионов долларов. Кожевино-обувная отрасль Узбекистана является привлекательной для бизнеса, о чем свидетельствует увеличение количества предприятий и повышенный уровень инвестиционной активности в последние годы. Для бизнеса открываются новые горизонты и возможности для роста и продвижения товара. Узбекская продукция кожевиной, меховой, обувной и других секторов легкой промышленности сегодня успешно конкурирует с зарубежными производителями. Сегодня все пути ведут в Узбекистан. Страна станет важнейшим регионом по производству сырья и готовых товаров из кожи и меха. На сегодняшний день ассоциация Узчарам Санат объединяет свыше 700 предприятий, многие из которых представили свой производственный потенциал на выставке. Наша основная деятельность по выпуску женских обуви и детских обуви. В основном мы свои продукции экспортируем в Арабские Эмираты. В основном наша база, склад тоже находится в Эмирате. В течение года мы уже где-то в три раза отправили свой товар, около 30 тысяч долларов. Сегодня перед сферой ставится амбициозная задача – ускорить производство готовой кожевинобувной продукции с высокой добавленной стоимостью. До 2026 года увеличить ее экспорт 2,8 раза. И данная выставка – еще один шаг в этом направлении. Мы представляем итальянскую компанию, которая занимается производством оборудования для изготовления обуви. Эти три дня мы провели с удовольствием в Узбекистане, смогли найти потенциальных партнеров. Также мы планируем вернуться через 2-3 года и расширить свое представительство на территории вашей страны. В этот раз была представлена широкая география участников – Россия, Беларусь, Великобритания, Италия, Германия, Индия, Турция, Испания, Польша и другие. Среди почетных гостей – Международный совет кожевинников, Международная федерация меха, Национальные ассоциации, специализированные советы и союзы. Удается достичь и расширения объемов, географии сотрудничества, расширения ассортимента по производственной кооперации. Эта выставка стала представителем более широкого диапазона возможностей Республики Узбекистан, высокий международный уровень. Я был в некоторых предприятиях в Бухаре и Ташкенте. Ваша страна стремительно развивается, и мы видим большие перспективы в развитии кожевинобувной отрасли в Узбекистане. У нас прошли плодотворные переговоры с представителями ассоциации Усчарам Сануат, и мы намерены импортировать узбекскую продукцию в Индию. Мы представляем итальянскую компанию, которая занимается производством оборудования для производства обуви и аксессуаров. В Узбекистане мы в четвертый раз, но участвуем на выставке впервые. Надеемся, что форум позволит найти нам узбекских партнеров, открыть свое представительство на территории вашей страны и также ознакомиться с продукцией разных стран. Мы представляем турецкую компанию и уже в четвертый раз участвуем в данной выставке. Также мы встречались с узбекскими партнерами на выставках в Милане и Дубае. Активно сотрудничаем с узбекскими компаниями, которые специализируются на производстве кожи. Надеемся найти здесь еще больше новых партнеров. Ежегодное мероприятие посещает порядка 5000 уникальных посетителей. Наша фирма более 100 лет занимается производством обувных колодок и форм для изготовления обуви. Естественно, что мы заинтересованы в том, чтобы наладить и расширить контакты с местными производителями. Как оцениваете в целом потенциал именно узбекских производителей? Первое впечатление о выставке положительное. Качество улучшается. Мы это видим. Мы видим с организацией новых фирм, новых производителей здесь. Побывав здесь и увидев все тенденции, которые на данный момент ощутимы, я уверен, что в будущем гарантирован успех. Здесь, может быть, мы найдем партнера или будем открывать здесь магазин, будем развиваться. Я вообще изучаю рынок. И нам интересно и сырье, которое производится в Узбекистане. А я уже встречался с некоторыми людьми, я так понял, что по качеству оно не то, что не уступает, а даже может превосходит определенных зарубежных производителей. И это нам очень сильно интересно. У СЧАРМ-экспо – это лучшие предложения индустрии кожи, обуви, меха и шерсти в одном месте. При этом у участников была возможность не только ознакомиться с потенциалом компаний, ассортиментом продукции и новшествами отрасли, но и провести B2B и B2G-переговоры. Также в рамках выставки прошла деловая программа и презентации. Мы подготовили более 20 инвестиционных проектов. И эти инвестиционные проекты были презентованы нашим иностранным компаниям. Есть определенные сдвиги. Например, российская компания «Мефисто», которая имеет более 100 магазинов по всем областям России, изъявила желание открыть здесь совместное предприятие именно по производству кожаной обуви. Есть, например, интерес огромный со стороны компаний Турции. Они так бы хотели бы также организовать здесь какие-либо совместные проекты. Есть компании, которые хотят работать по программе аутсорсинга. Вот что можно отметить по итогам выставки. В Кожевино-обувную отрасль Узбекистана будут привлечены индийские инвестиции. Были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества и реализации новых совместных проектов с одной из немецких компаний. Португальская же компания представила программное обеспечение, которое поможет отечественным производителям обуви автоматизировать процесс создания дизайна изделий. Данная инновационная технология полностью переносит цифровое пространство, процесс проектирования и внедрения в производство обувных изделий из кожи и текстиля. В третий день выставки сертификатами были отмечены особо перспективные компании и участники «Усчарам-экспо-2022». Я считаю, что данная выставка прошла на очень высоком уровне. Компания наша специализируется на выпуске спецобуви, находится в городе Самарканде. Удалось провести переговоры с коллегами из России, из Казахстана. Надеемся на плотное сотрудничество в дальнейшем.